Мнение российского эксперта Евгения Михайлова. Я думаю, что Путин еще раз напомнил Пашиняну, что никаких нарушений, достигнутых договоренностей по карабахскому урегулированию не будет. А если появятся какие-то вопросы, то Москва всегда будет готова поучаствовать в разрешении конфликтных ситуаций между Арменией и Азербайджаном. Что же касается беспокоящей Армению ситуации на границе с Азербайджаном, то Россия и здесь будет сохранять баланс. Москва проводит консультации не только с Арменией, но и со своими партнерами по достижению мира на Кавказе, с той же Турцией и Азербайджаном. Я лично не вижу никаких предпосылок для открытия какой-то новой российской базы в Армении. В любом случае, без согласования с Турцией и Азербайджаном этого не будет. В целом, российская база в Гюмрии и так обеспечивает полную безопасность Армении. А увеличение числа российских пограничников на армянской границе не говорит о том, что Армения станет плацдармом для наступления российских войск. Это абсурд, заявил Евгений Михайлов. Армянские националисты не отступают и ищут реванша. Кочаряну важно сбить народный имидж Пашиняна, поскольку все свои политические инициативы, включая уголовные преследования, премьер осуществлял от имени народа. Через две недели после объявления результатов неочередных парламентских выборов, политические партии и блоки так и не приступили к формированию состава национального собрания. Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян готовится отразить возможные провокации со стороны националистического крыла армянской оппозиции, которая может дестабилизировать обстановку в республике. Армянские националисты, представленные блоками Армения и Чести Мею, не торопятся признать победу Пашиняна на выборах. Лидеров блоков, экс-президенты республики Роберт Кочарян и Серж Сарксян не видят себя среди депутатов парламентских фракций. Скорее всего, лидеры карабахского клана продолжат борьбу с Пашиняном за пределами парламента. Они привыкли видеть себя в качестве руководителей исполнительной власти, а не депутатов, поэтому будут добиваться смещения премьера или же попытаются блокировать его работу таким образом, чтобы Армения при избранном парламенте де-факто оказалась в ситуации безвластия. Об этом пишет Роберт Газарян специально для Вестника Кавказа. Комплексного плана у Кочаряна нет, но есть другой, направленный на то, чтобы не дать Пашиняну провести легитимную процедуру переизбрания. В таком случае законодательная инициатива Пашиняновской партии «Гражданский договор» будет ограничена, а сам премьер не сможет договариваться ни с оппозицией, ни с той частью армянского общества, которая проголосовала против него. Синхронность подходов блока в Армении и честь имею вынудит Пашиняна принимать политические решения без обсуждения их в парламенте, в результате чего премьер вынужден будет искать контраргументы для тех, кто его обвиняет в узурпации власти. Сейчас Кочаряну важно сбить народный имидж Пашиняна, поскольку все свои политические инициативы, включая уголовные преследования, премьер осуществлял от имени народа. Линия фронта между прежней и нынешней политической элитой проходит по страницам законодательных актов, в которых команда Кочаряна скурпулезно ищет изъяны. В истории Армении еще не было случая, когда буквально вся избранная парламентская оппозиция не спешила взять мандат. Националисты не скрывают того, что занимаются изучением законодательства на предмет выявления белых пятен. Работать с Пашиняном в стенах парламента они не собираются. Тактика затягивания политического процесса была опробирована националистами, когда они пытались затормозить переговорный процесс по карабахскому урегулированию. Объявить выборы нелегитимными Кочарян не может, поскольку они признаны состоявшимися, а выявленные в ходе голосования нарушения не могут значительно повлиять на результаты народного волеизъявления. Исход голосования неприемлем для националистов, поскольку закрепляет за карабахскими сепаратистами статус разгромленной партии войны. В идеале Кочаряну нужны еще одним неочередные выборы, инициатором которых выступит общественность. Для этого необходимо, чтобы Пашинян находился в постоянном напряжении, совершал ошибки, провоцируя общественность выказать ему вотум недоверия. Задача практически невыполнимая, учитывая, что Пашинян не берется решать вопросы, в которых ничего не смыслит, предпочитая делегировать их соратникам. За собой Пашинян оставляет право осуществлять политическую чистку, чего и опасается Кочарян. Мнение военного обозревателя медиахолдинга «Правда.ру» Александра Артамонова. В первую очередь хочу выделить слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, который имел смелость указать генеральному секретарю УДКБ Станиславу Засю на то, что, дескать, не гоже таким образом реагировать на события на армяно-азербайджанской границе. На мой взгляд, такие слова, как минимум, не уравновешены и противоречат всей логике развития отношений в треугольнике «Россия-Армения», «Россия-Азербайджан» и «Азербайджан-Армения». Прежде всего, отмечу, что Станислав Зась не первый, кто указывает армянам на то, что УДКБ – это не проармянская организация, целью которой является поддержание Армении в качестве форпоста России на Кавказе. Я напомню, что бывший генсек УДКБ Николай Бурдюжа в ходе одного из своих визитов в Ереван указал Армении на то, что у России есть свои интересы, которые могут не соответствовать армянским представлениям. Тогда это вызвало бурю возмущения. Сейчас мы видим, что Станислав Зась подтверждает своими словами и своими оценками тот же подход. Давайте посмотрим, насколько Россия считает Армению своим исключительным, безоговорочным и стратегическим партнером на Южном Кавказе. На мой взгляд, Российская Федерация никогда не ставила только на Армению. Москва предпочитает роль медиатора страны, находящейся сверху, а не участником конфликтов. Что делает Россия в союзе с Азербайджаном? Если бы Москва занимала позицию армян, вела проармянскую политику на мировой арене, то, наверное, не было бы большого количества оборонных контактов с Азербайджаном, а такое сотрудничество развивается уже многие годы. Оно включает в себя поставки, в том числе и ударного вооружения. ОДКБ никогда не будет вступаться за чисто армянские интересы по некоторым причинам. Во-первых, Россия строит глубокие доверительные и коммерческие, в том числе, отношения с Азербайджаном. Россия никогда этим не поступится. Во-вторых, ОДКБ это не только Россия. Это еще Кыргызстан и Казахстан, которые, естественно, питают большую склонность к союзу с Азербайджаном. И они никогда не выступят против Баку. Получается, что линия, на которой строит свою политику Никол Пашинян, а до этого его предшественники, тот же бывший боевик Роберт Кочарян, неправильная.